Здравствуйте! Новости на телеканале ТВ. В студии Марина Павлова. Подводим итоги вторника. Проблемы и их решения. Правительство Крыма собралось на очередное заседание. Проблем на полуострове много. Времени их решить мало. Заканчивается календарный год, а вместе с ним и финансовый. Наступает время подводить итоги, а они не так хороши, как хотелось бы жителям республики. Цены растут, как и очереди в Госкомрегистре. К тому же под угрозой срыва может оказаться выполнение федеральной целевой программы социально-экономического развития полуострова. Что делается с АВМИНом для того, чтобы устранить недоработки, знает Юлия Козырь. Он опять в центре внимания. Вопрос очередей на оформление земельных участков. Проблему так и не сняла система электронной записи, которая была разработана Министерством внутренней политики, информации и связи. Предполагалось, что граждане, не выходя из дома, могут зарегистрироваться и удаленно записаться на прием в Госкомрегистр через портал правительства Крыма. Те, у кого нет интернета, могут получить талон через отделение банков РНКБ и Генбанк. Именно здесь и возникла основная загвоздка. Горячая линия АВМИНа действительно раскалилась докрасна от звонков крымчан, жалующихся, что эти самые талоны они и получить-то и не могут. Александр Юрьевич, что там проблема с талонами? Основная же причина, по которой не все смогли получить номера предварительной записи, не все смогли записаться, это первопричина, наша недостаточная штатная численность. И у нас как 120 окон приема было, так они не увеличатся. Ожидается увеличение с 1 января до 620 человек сотрудников комитета. Из них не менее 100 будет определено еще дополнительно на прием документов. Насколько увеличится пропускная способность? В результате увеличения штатной численности? В результате увеличения штатной численности на 80%. На полуострове 900 тысяч собственников и пользователей земельных участков. Но на сегодняшний день оформлено всего около 15% первичных документов. Глава республики дал поручение исправить статистику до конца года. А в течение двух недель председатель Госкомрегистра должен лично проинспектировать все подразделения, где есть сведения об очередях, и принять меры по их ликвидации. Еще одна наболевшая тема – цены на продукты, точнее их рост. Профильный министр рапортует – принимаются все возможные меры. В марте текущего года подписан меморандум взаимопонимания между Советом министров и производителями продовольственных товаров крупными субъектами системы оптовой и розничной торговли Республики Крым. Аналогичные соглашения заключены абсолютно во всех муниципальных образованиях Республики Крым. Подписантами на сегодняшний день уже выступили более 400 субъектов хозяйственных, которые осуществляют деятельность более чем в тысячи объектов торговли. Правда, есть и хорошие новости для крымчан. Продовольственная безопасность Республики обеспечена. Уже сформированы необходимые запасы. Так что так называемая блокада Крыма явно стала провальным мероприятием. В течение полугода практически уже не пользуемся продуктами украинского производства. В частном порядке, кто из фермеров залозил, ради бога, мы не мешаем граждане Украины, это наши тоже многие родственники, друзья, товарищи, никаких проблем действительно нет. Жалко, что у тех, у кого отсутствуют мозги, они там исполняют концерт, то есть как бы на перешейке, но делают его исключительно в своих целях, поскольку, я понимаю, у них задача помешать гражданам Украины наладить нормальные контакты с крымчанами. Стоит перед правительством и более глобальная проблема. Поджимают сроки освоения средств, выделенных по федеральной целевой программе. Останавливается строительство жизненно важных для Крыма объектов. Тормозит процесс бумажная волокита. Связано это с тем, что многие проекты начали реализовываться еще при Украине. Российское законодательство требует заключения соответствующих федеральных экспертиз. Глава республики призывает чиновников решать эту проблему совместно. Когда-то уже не все делают, то есть тогда под одного ребенка в этой части. Тем более, что экспертизы на месте у нас проходят соответствующим образом, согласно уже российского законодательства. Квалификация специалистов такая же высокая, как и в Москве, ничем не ниже. Это все подтвердили без исключения. Какой смысл нам переделать с одной программы, перенести в другую? Значит, давайте так, коллеги, впредь больше таких вопросов, чтобы не допускали. Заходите сразу ко мне, у кого возникают подобные вопросы. Будем настаивать с тем, чтобы на основании уже существующей документации производились строительные работы. Следующий транш в рамках федеральной программы, а это около 5 миллиардов рублей, Крым может получить уже в конце этого месяца. В данном случае мы получим по перам капитальных вложений 1,2 миллиарда 100%, по объектам культурного наследия 1,1 миллиарда 100%, по дорогам 4,2 миллиарда на сегодняшний день снимаются окончательные разногласия, и они войдут в соглашение. Есть ряд уже решенных задач. Например, сегодня правительство утвердило порядок обеспечения жильем граждан из числа ранее депортированных. Также Крым получил субсидию с федерального бюджета в размере 35 миллионов рублей на реализацию государственной программы обеспечения жильем молодых семей. Согласно документам, деньги пойдут на предоставление социальных выплат. Юлия Козырь, Виталий Головев, Служба новостей и ТВ. В свете министров представили нового заместителя председателя комитета по противодействию коррупции Республики Крым. Им стал действующий офицер ФСБ Российской Федерации, полковник Алексей Забатурин. Он будет одним из координаторов взаимодействия правительства Крыма и структурных подразделений со всеми правоохранительными органами, в первую очередь с ФСБ России. Ранее Алексей Забатурин занимал должность начальника отдела по Юго-Западному административному округу управления ФСБ по Москве и Московской области. Безработица в крымской столице – проблема уже решенная или по-прежнему острая? Вот парадокс. С одной стороны, отчеты территориального отделения Центра занятости населения в Симферополе говорят о положительной динамике. С другой, проверки на федеральном уровне подтверждают обратное. Этот вопрос обсудили в городе вместе с сотрудниками Центра занятости и членами межведомственной рабочей группы, созванной по вопросам трудовых отношений. Только с начала текущего года за помощью в Симферопольский Центр занятости обратилось 8 тысяч человек. К каждому из них были оказаны разного рода услуги, в том числе и социальная поддержка, и даже психологическая. По результатам последней ярмарки вакансий, две тысячи человек, половина из тех, кто принял участие, получили приглашение на личное собеседование. Поэтому динамик оказалась быть действительно положительной. У нас резко снизился уровень зарегистрированной безработицы. По состоянию на 1 октября 2015 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, более чем в два раза уменьшилось количество граждан, состоящих на учете в службе занятости. В два с половиной раза увеличилась потребность предприятий в рабочей силе. Значительно уменьшилась нагрузка на одну вакансию. Если на 1 октября 2014 года на одну вакансию претендовало два человека, то на 1 октября 2015 года на одного претендента приходится четыре вакансии. Тем не менее, в Симферополе существует целый ряд проблем, связанных с трудовыми отношениями граждан. Многие предприятия в силу разных причин не выплачивают заработную плату или вынуждены сокращать штат ввиду финансовых затруднений. Для работы в этом направлении в городе и создали межведомственную рабочую группу. Основными причинами возникновения задолженности по заработной плате на предприятиях города Симферополя можно отметить следующее. Это несвоевременное финансирование из бюджетов различных уровней, задолженность заказчиков за выполненные работы, проблемы, связанные с существовавшими в банковском секторе, которые были связаны с перерегистрацией предприятий, а также интеграционные процессы, связанные с хождением Крыма в состав Российской Федерации. Но пока результатами работы этой комиссии глава администрации Геннадий Бахарев остался не вполне удовлетворен. Эффективность работы он попросил повысить, а сам вопрос безработицы пообещал взять под личный контроль. При том, что у нас в городе на одного неработающего четыре рабочих места, нам федеральная служба делала замечание о не совсем качественной работе. Почему? Потому что оказывается, что наши работающие предприятия, я говорю о экономически активных предприятиях, для того, чтобы, наверное, их не трогали мы. Нам докладывают, что у них все хорошо, а когда у них действительно приезжают другие инспектора, они докладывают, что у них не так все хорошо. Дабы исключить вот это двоякое мнение нашей части и в части федералов, я хочу сейчас лично заняться этим вопросом. Уже в ближайшее время, пообещал Геннадий Бахарев, такая сверка данных между отчетами двух проверок будет проведена по многим, вызывающим опасения предприятиям. Ну а в конечном итоге, в городадминистрации хотели бы добиться стабильности на рынке труда в крымской столице. Егор Петрунин, Роман Ананев, Служба новостей и ТВ. Администрация Симферополя готова встретить даже самую снежную зиму. В этом году внушительная сумма 24 миллиона рублей была направлена из городского бюджета на приобретение снегоуборочной техники. И уже сегодня ее представили на обозрение жителей крымской столицы. На выставке новых приобретений города побывала и наша съемочная группа. Автомобиль канала промывочный. В городском хозяйстве вещь на самом деле незаменимая, рассказывает Александр Петров. В крымскую столицу он приехал специально, чтобы представить эту технику служащим Симферопольского муниципалитета. Объяснить, как она работает и провести учебные курсы. Автомобиль канала промывочный. Промывает канализацию, ливневые сети. Откачивает, промываем водой, снаряды, все дела тут. В какое время года он особенно актуален? Зимой и летом. Когда дожди у вас, чтобы ливневка работала, не ходили по лужам, как говорится. Откачиваем колодцы. А зимой? Зимой тоже работает до минус 10 машина. Потому что здесь установлена вебаста, вода греется, то есть до минус 10 можно работать смело. А это снегоуборочный комбайн. На заснеженные дороги Крымской столицы такая современная техника в этом году выйдет впервые. Глава Симферопольской администрации Геннадий Бахарев лично осматривает каждую единицу новой техники. Посмотреть здесь действительно есть на что. Все укомплектовано и отлажено. Каждая из этих машин готова отреагировать на любой вызов незамедлительно. Коммунальщики пошутили, при наличии такой техники мы испугаем зиму, и снега не будет. Ну, это так, шутка. Вообще-то, в принципе, да, действительно, это другой уровень. Я это вижу. В принципе, что сами КАМАЗы мы можем использовать и в любое время года. То есть там пескоразбрасыватель снимается. В принципе, его можно и как поливочный использовать, и просто грузовой транспорт. Это хорошо. То есть это комплексная машина. Еще здесь я увидел, что мы действительно готовы в части своих аварийных служб. Это всему бы показали. Они полностью укомплектованы, как я и давал команду. Мотопомпы, генераторы, бензопилы. То есть полностью, чтобы выехать и ликвидировать чрезвычайную ситуацию до прибытия основных сил. А особенно интересен публике вот этот юркий малыш, предназначенный для очистки тротуаров. Впрочем, при необходимости он может выйти и на дорогу. В основном для тротуаров, конечно. Ну и дороги тоже метет. И очень хорошо. Пылюку поднимают очень замечательно. Теперь главная задача симферопольских коммунальщиков – как можно быстрее пройти полный курс обучения по эксплуатации новой техники, который в крымской столице проводят коллеги из Санкт-Петербурга. И тогда уже даже самая заснеженная дорога с симферопольским снегоборщикам окажется по плечу. Егор Петрунин, Роман Ананев, служба новостей ТВ. Во второй части выпуска вы увидите. Как живет Крым? Иностранные журналисты прибыли на полуостров. Они хотят своими глазами увидеть, где миф, а нас, сокрымчанных мифов, очень много, а где правда. Чем удивит 61-й сезон Государственного музыкального театра? Елтинская полиция разыскивает родителей или родственников ребенка, найденного 7 октября в Массандровском парке в районе пансионата Донбасс. Об этом сообщается на официальной странице МВД по республике Крым. Мальчик уновит около 6-9 месяцев, волосы темно-русые, глаза карие, одет в грязный белый летний комбинезон с надписью «Боди-бэйби». Болицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают родителей ребенка. В частности, граждан, обладающих какой-либо информацией о найденном малыше или его родителях, просят сообщить в полицию по телефону 102. Полуостров вновь принимает иностранных гостей. На этот раз ими стали представители СМИ, прибывшие более чем из 20 стран мира. Цель их визита – общение с крымчанами, а также обмен опытом с подрастающим поколением журналистов. Больше всего иностранцы интересуются тем, как живут крымчане после воссоединения с Россией, чтобы, приехав домой, поделиться накопившимися эмоциями и мнением со зрительской аудиторией. В их планах говорить только правду. Они хотят своими глазами увидеть, где миф, а нас, крымчан, мифов очень много, а где правда. И вот сейчас как раз идет разговор и встреча идет со студентами и преподавателями Федерального университета, факультета славянской филологии и журналистики. И разговор очень активный, горячий, обсуждаемые проблемы. И это интересно и не только нашим гостям, это очень полезно будущим журналистам. Первым делом представители иностранных СМИ отдали должное студентам КФУ, которые собираются связать свою жизнь с журналистикой, рассказали о преимуществах и недостатках своей профессии, а также посоветовались с молодым поколением, какие крымские места им нужно непременно посетить. Завтра делегация журналистов продолжит свое знакомство с полуостровом в Ялте. Мы постарались пригласить сюда около 70 журналистов из разных стран, чтобы они сами своими сюжетами, своей историей покопались, посмотрели, что происходит в Крыму. Крымская соль останется в Крыму. Ввиду изменившихся за последние полтора года политических и экономических условий на прилавке магазинов полуострова и во все уголки Российской Федерации теперь будет поступать крымская соляная продукция, пищевая соль, соль для ванн и многое другое. Стоит отметить, раньше в бытность Крыма украинским регионам, торговать с Россией крымским производителям соли практически не удавалось. Продукция поступала на территорию Украины, где ее расфасовывали, а затем с накруткой в цене возвращали обратно на полуостров. В первую очередь акцент сделан на Крым, так как, если честно, в последнее время не совсем представлена была наша соль в Крыму, учитывая то, что мы начали делать уже фасованную продукцию нашу, соль пищевую, соль для ванн. Первое – это Крым. Второе, конечно, это вся территория Российской Федерации. На сегодняшний день это практически все регионы. 12 октября медицинская общественность отмечает Всемирный день борьбы с тромбозом. В России приняли решение о необходимости этого мероприятия. Два года назад. Ведь тромбоз – спусковой механизм недугов, которые могут привести к смерти. Среди них инсульт, инфаркт и венозная тромбоэмболия. Тромбоз молодеет с каждым годом, и все чаще из-за него люди трудоспособного возраста становятся инвалидами, но только в случае, если они не лечили болезнь. Непроходимость сосудов приводит к тяжелым последствиям внутри кровеносных сосудов. Образуются сгустки, которые препятствуют свободному потоку крови по кровеносной системе. Чаще всего вместо дислокации тромбоза – нижние конечности. Образовавшись там, тромб перекрывает путь доступа крови по венам и сосудам. Клетки начинают отмирать, что нередко приводит к ампутации конечностей, но только если болезнь в запущенной форме. Если же пациент вовремя обратился за помощью, после медикаментозного или же хирургического лечения проблема исчезает. Причин достаточно много, там и наследственность, и нарушение питания, и какие-то физические факторы, переохлаждение, те же длительные на ногах нахождения, то есть фактов много. Проявляется, конечно, это первонаперво, это болевой синдром. Это приартериальный синдром, то есть человек чувствует моментально боль в ноге, похолодание конечности, то есть отсутствие чувствительности движения, то есть не в полном объеме. Поэтому вот этот момент, и вот у человека должен насторожить, что сразу надо определяться, идти к участковому хирургу. С галоконцерта 16 октября начинается новый 61 сезон в Государственном Академическом Музыкальном Театре Республики Крым. За этот год он претерпел глобальные перемены, прошел процесс ликвидации и реорганизации, но сохранил свою труппу и репертуар. Чем живет и дышит единственный профессиональный музыкальный театр на полуострове? Современный язык, современная музыка, 220 новых костюмов. Несомненно, события нового сезона – премьера мюзикла «Дубровский». В нем задействован почти весь творческий коллектив, и даже артисты оркестра будут танцевать на сцене. Плюс светодиодный экран с видеоподдержкой будет добавлять динамики и колорита. Поговорили о спектакле «Дубровском», «Новогодняя сказка». Пока рабочее название – «Пиратский Новый год» или «Новый год по-пиратски». Такая хулиганская сказка веселая про приключения морские Деда Мороза. После Нового года мы приступаем к репетициям спектакля «Дона Люция» или «Тетушка Черлей» или всем известная «Здравствуйте, я ваша тетя». После этого музыкальная комедия «Ханума». На весенние каникулы мы сейчас в Москве будем встречаться с автором Юлианной Донской. Мы планируем сказку-мюзикл «Золушка и кот сапога». Хочется, чтобы зритель немножко поулыбался, поэтому мы решили сразу две комедии взять. Ремонт здания, покупка новой осветительной и звукоаппаратуры. Доплаты творческим работникам. Все это в последнее время стало как никогда реально. А все потому, что в предыдущем сезоне Крымский музтеатр заработал на 6 миллионов рублей больше, чем планировал. Вместо 9 – 15. Благодаря Министерству культуры и правительству республики мы получаем звуковое оборудование, звуковую аппаратуру. Мы уже получили первый подарок – это светодиодный экран. Сейчас планируем закупку сделать осветительного оборудования за счет, опять же, собственных средств и частичных средств, потраченных на новые постановки. И приобрести нам нужно сейчас сделать зрительский буфет. Мы расставили отношения наши, которые были в предыдущем дирекции, заключены по поводу аренды зрительского буфета. Зрительский буфет будет опять принадлежать зрителю. За прошлый сезон театр обслужил 98 тысяч зрителей, стал участником трех фестивалей. А в преддверии 61-го театрального сезона Крымский музтеатр вступает в Российскую ассоциацию музыкальных театров. Марина Павлова, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Таким увидели этот день наши журналисты. Спасибо, что были вместе с нами. А сейчас не пропустите новости спорта. Их подготовил Тарас Бризицкий. Изменился лидер открытого чемпионата Крыма по футболу. После седьмого тура на первую строчку вышла Крым-теплица. Аграрии смогли воспользоваться осечкой Севастополя-2, проигравшего в центральном матче гвардейцу на своем поле. Единственный гол в поединке забил игрок гвардейцев Владислав Пастухов, замкнувший передачу от углового флажка на 77-й минуте. Теперь у моряков и Крым-теплицы по 18 очков, но команда из молодежного опережает Севастополь по дополнительным показателям. Гвардеец имеет 16 баллов и игру в запасе. Мы даже предугадали, что они с нами будут делать. Это сказалось на игре, что у них единственный шанс это было стандартное положение использовать наши ошибки как молодых футболистов. Да, ошибки где-то мы нивелировали, их не было, а вот стандартное положение и предупреждали ребят, что нужно плотнее играть где-то. Когда уже, когда ребята свежие, когда еще голова думает, они это делают. Когда уже немножко сил не хватает, когда вот это сказалось. Я когда узнал, и команда узнала, что мы будем играть на центральном стадионе, нас это очень обрадовало, потому что, будем говорить честно, здесь болельщики, футбольные поля. Я знаю, что и в сахарной головке хорошие условия, но здесь, вы понимаете, приезжая сюда, здесь совсем другое. Здесь болельщики, поле, стадион, гимн, ну аж мурашки по коже бегут. И настолько приятно, у меня несколько футболистов молодых, когда узнали, что здесь есть возможность играть, я как бы с удовольствием сказал бы, ребята, надо проявить себя, чтобы в дальнейшем попасть в футбольный клуб «Севастополь». Следующий тур чемпионата включит сразу два центральных поединка. «Севастополь-2» и «Крымтеплица» сойдутся в очном противостоянии, а «Гвардеец» сыграет с «ЮС-сервисом», идущим на четвертой строчке. Крымчанин Эмин Сифершаев одержал победу на всероссийском турнире по греко-римской борьбе среди юниоров, завершившемся во Владимире. Соревнование, приуроченное к мемориалу мастера спорта международного класса Эдуарда Никифорова, собрало участников в возрасте от 17 до 19 лет. Борец из Керчи выступил в весовой категории 50 килограммов. На пути к медали он одержал победы в сватках с Вячеславом Гаспаряном из Ростовской области, Дмитрием Поповым из Воронежской и Андреем Кондратьевым из Челябинской области. В финале Эмин поборолся с узбеком Илхомом Бахромовым и также одержал уверенную победу. Сифершаев, благодаря успеху во Владимире, получил место в сборной России. Нынешний сезон один из самых удачных в карьере крымского борца. Весной он стал победителем юношеского первенства России, в июне чемпионом спартакиада учащихся. Завоевал Эмин Сифершаев и медали чемпионатов мира, а также Европы. На континентальном первенстве в сербском Субботице спортсмен из Керчи оказался лучшим. А в Сараево на мировом борцовском форуме стал обладателем бронзы. Крымчанину Сергею Белошиеву удалось стать чемпионом мира по шашкам в заключительном этапе турнира в Санкт-Петербурге. Гроссмейстер из Евпатории выиграл в соревновании с классическим контролем времени 45 минут плюс 15 секунд за сделанный ход. В девяти турах Белошиев одержал 4 победы и 5 раз сыграл в ничью. Он поделил очки с белорусом Андреем Валюком и еще одним россиянином Николаем Гуляевым. Эти шашисты, так же как и крымчанин, смогли набрать по 13 баллов. В итоге, благодаря индивидуальному коэффициенту, Евпатории завоевал золото, а Валюк и Гуляев соответственно серебро и бронзу. Таким образом, на чемпионате мира Сергей Белошиев в трех этапах «Блиц», «Быстрая игра» и «Классика» собрал полную коллекцию наград – золотую, серебряную и бронзовую медали. Крымчанин – первый номер рейтинга шашистов мира. Он неоднократный чемпион и обладатель Кубка планеты. Всего в Санкт-Петербурге сыграли 98 спортсменов, представивших 30 стран мира.